Девушки отдыхают 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 и измениться внешне. Как его можно хотеть? Ни бритого, ни мытого. Я намерен ее сегодня обнять, поцеловать, ну, то есть поговорить нормально. Привет. Ты бить будешь, Мил? Нет. Не подходи. Что такое? Не подходи ко мне. Не вздумай ко мне, подходи. Что случилось? Не вздумай ко мне, подходи. Просто не трогай меня. Что за истерика? Иди. Давай с одним поговорим, что-то понятно. Нет. Не хочу. Уйди от меня. Юля опять провоцирует мужа на агрессивное поведение. Ну, чего ты? Уйди. Пожалуйста, уйди. Ну, чего я буду выходить? Уйди. Ты меня будешь бить, если я не сделаю. Уйди. Давай успокойся. Пожалуйста, уйди. Не подходи ко мне. Не подходи. Разобью теленизор. Уйди, пожалуйста. Я хочу с тобой поговорить. Я хотел это на протяжении целого дня. Хотел бы, поговорил бы. Тебя никто не держал. Давай ты все бросишь сейчас. Не делай ничего. Ты со мной не будешь разговаривать. Я брошу. Ты со мной не будешь разговаривать. Я с тобой не буду разговаривать. Юля умело переложила все обязанности по дому обратно на мужа. Ты обещал. Ты обещал. Ты обещал. Будь мужчиной, держи слово. Скажи, что с тобой, что случилось. Конкретное сомнение мое развеялось, когда ты поднял на меня руку. Я считаю, что я получила не за что. Ты можешь этим прикрываться. А я думаю, считаю, что за что? Я считаю тоже, что ты получила не за что. Извини меня, пожалуйста, за то, что я тебя не за что не дам. Я не могу простить, но забыть не могу. Меня удивляет то, насколько Андрей потакает жене. Как долго хватит его терпения? Я не могу понять, почему так, Юля. Я не люблю тебя. Я не хочу с тобой жить. Я не буду с тобой жить. Я не хочу этого. Ты не заставишь меня. А это с тем, кем ты трогалась на моем месте? Того ты любишь и хочешь с ним жить. Да, все. Да? Да? Да. Хорошо. Жена ушла из дома с самого утра. Андрей пытается уговорить ее вернуться. Дай мне трубку. Ты просто не можешь вообще ничего сделать так, чтобы попробовать что-то изменить. Но у него ничего не получается. Юля поставила условие. Пока Андрей не уйдет, она домой не вернется. Каждый раз, когда она говорит, я отказываюсь от проекта, я думаю, что она просто этим показывает, что она не хочет меняться. Что ты убежала из дома? Иди нормально, реши, как разойтись, если ты хочешь разойтись. Не надо мне ничего оставлять. Мне от тебя ничего не надо. Такой бред какой-то, Юля, вообще. Я тебя не понимаю. Я ей говорил вчера, что ты просто думала, что во всем виноват я. А сейчас ты просто понимаешь, что не только я виноват, но и ты. И не хочешь этого принять. Юля не видит смысла спасать семью. Я не хочу, чтобы она принимала поспешное решение, поэтому решил встретиться с парой, чтобы проанализировать то, что произошло. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Конечно. Мне удалось уговорить Юлю приехать домой. Я хочу поговорить с парой, прежде чем они расстанутся. Расскажите, что произошло. Юль. Я поняла, что человек никогда не изменится. У каждого семени свое время всхождения. У вас достаточно сложные отношения. И я думаю, вы сами это понимаете. Правда ведь? Да. И, возможно, вашей семье требуется чуть больше времени, чем, допустим, каким-то другим семьям. Главное сразу не отчаиваться и не опускать руки. Я посмотрел результаты вашей работы, ну, вашей работой как семьи. В целом, я вам так скажу, что я больше сомневался в вашем муже, чем в вас. Вот я, да я и сейчас знаю, что вы, если примете решение сделать, вы сделаете. Андрей меня приятно удивил. Но это временно. Дайте себе шанс. Здесь решение принимать вам. Мне будет очень жаль, если вы примете решение отказаться от участия в нашем проекте. Я готов на все, чтобы она начала доверять. Мне обещают при всех здесь, что я на ней в руку никогда больше в жизни не подниму. Несмотря на то, что он выполняет задание, а жена нет, он чувствует себя виноватым. Неужели он не понимает? Правда в этой ситуации именно на его стороне. Ваши решения. Продолжаем работать? Да. Спасибо. В этой семье жестокое отношение к детям стало нормой. Я бы хотел, чтобы мужчина почувствовал на себе то, что обычно ощущает его старшая дочь, Катя. Поэтому я оставлю их наедине с одним условием. Сегодня Андрей побудет на месте без защитного ребенка. Обратно, папа, задание. Ну ты, папа, все занятия будешь выполнять. Что сделает мужчина, когда осознает, какую боль причиняет детям? Капец. Я готов побыть ребенком, а что бы нет. Я в твоем распоряжении. Поначалу думал, что будет весело. Самое простое получилось как бы задание. Не, ну я думаю, что папа справится с моим заданием. Я стала тобой, а ты мной. Ну давай, делай. Чтоб целый день ты не снимал ее. Хорошо. Да. Юля прекрасный манипулятор. С помощью спекуляций на образе страдалицы она подчиняет себе мужа. Почему женщина пользуется такими приемами вообще не с близкими людьми? Всегда ли она была такой или что-то заставило ее измениться? Я об этом попытаюсь узнать у ее мамы. Я хочу устроить ей встречу с мамой, чтобы понять, что именно заставило пользоваться Юлю этим приемом. Приемом быть жертвой и требовать жалости. Летом мама нашей героини живет в селе. Я знал, что если я скажу, что мы едем к маме, Юля откажется. У них непростые отношения. Поэтому Юля едет в деревню с завязанными глазами. Ведь это будет неприятный для нее сюрприз. Угу. Осиву. Классно. Узнаете? Как вы думаете, зачем мы здесь? Наверное, разговор с мамой, да, я так думаю, какое-то будет. Что с вами происходит? Не знаю. Волнуетесь? Очень. Боюсь просто, ну, что в очередной раз получу, ну, нет там или еще что-то, ну, не знаю. Я впервые вижу, что Юля не может сдерживать эмоции. Раньше она всегда контролировала чувства. Я бы хотел, чтобы вы пару дней провели здесь вместе с мамой. Я чувствую действительно себя грошенным ребенком уже очень много лет. Ну, как минимум, 34 года. Катя, я свою маму очень боялась всю жизнь. Мне мама ни разу не сказала, что она меня любит. Ни разу. Мне 34 года. Ты видишь, что ко мне мама приходит? Надо идти до конца. Пойдемте. Сама не могла приехать. Удивительно, что мама начинает разговор с дочерью, которую не видела год, с претензией. Лариса Михайловна, вот вы уже сразу только увидели, уже ругать начали. Не надо. Никогда не поздно долюбить детей. Вы ее любите? Она моя дочь, и я, ну, как вам сказать, я, конечно, ее люблю. Я ее люблю, и главное, чтобы она относилась ко мне, как к матери. И мне бы очень хотелось, чтобы вы все-таки эти два дня провели по-другому, не так, как обычно. Как это по-другому? Да, вы должны показывать друг другу свои истинные чувства. Очень надеюсь, что у вас все получится. По реакции Юли понятно, что общение с мамой для нее непростое испытание. А в это время Катя заставила папу читать ту книгу, которую обычно принуждает подолгу читать ее отец. Вот это все прочитать? Да. Только чтобы я слышала. Бегали по комнате, прыгали и кричали. А нам не страшен серый волк. Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала, давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят. Сейчас Катя покушает вкусный-привкусный-привкусный супчик. Может быть, там никого нет. Я говорю, а кто же тогда меня за ногу трогал? Папа, мне еще долго читать? Доню, иди кушать. Во. Бегом, иди, сейчас охолонит он. Ну, сейчас, сейчас, сейчас я приду. Где-то она не справлялась, там было ей тяжело. Вылазь. Эй. Папа, где пульт? Я не знаю, но ты же положил куда-то. Впервые в своей жизни Катя берет в руки пылесос, как ежедневно делает папа. Просто в шоке, что она все повторила то, что я. Я зациклен, наверное, на этом, чтобы именно убирать пылесосом всю пыль. Когда она видела это все, я не хотел, чтобы я пылесосила, просто, ну, как-то уделила им внимание. По моей просьбе, мама пытается поговорить с дочерью откровенно. Юля, что случилось? Ничего. Ну, как это ничего? Просто ничего не может быть. Юля. Я устала. Ты устала. Ну, ты устала. Ну, как это ты устала? А позвонить? А сказать? А приедать? Я не могу уже. Почему? Почему? Почему ты не можешь? Ну, вот почему, скажи. Потому что все сама и все одно. И Юля, то, что ты сама и то, что ты одна, это ты сама виновата. За последний год я вообще не помню, чтобы ты звонила. А на тебя все отворачиваются, кому верить? Ну, мы же не отвернемся. У нас морковка. Улыбка на все лицо. И все будет классно. Спасибо. Моя сонечка. Юля просит отвезти ее на кладбище. Она хочет проведать могилу бабушки, которая в раннем детстве заменила ей мать. Каждый день вспоминаю бабушку. Не знаю почему. Каждый божий день. Я до сих пор чувствую себя виноватой. Мне кажется, я могла продлить бы ей жизнь. Но что-то я упустила, и что-то я не смогла. Мама Юля взяла с собой внуков. Детей ее второй дочери. Складывается впечатление, что внуков в этой семье любят больше, чем собственных детей. Видишь, тут позороставила. Папа-то поставила. А вы здесь с нами разные. Привет. Мы знаем, что здесь поставить. Я в детстве на нее мама говорила. Да, мама? Это бабушка, мамина мама. Через месяц ребята приедут, сделают все. Поубирают. Мама холодна к своей дочери. То же мы видим в отношениях Юли с собственными детьми. Я хоть с мамой не очень общалась, ты же знаешь, да? Но мне ее очень не хватает. Мне тебя не хватает. Кажется, сейчас они обнимутся, объяснятся и хочется верить, поймут друг друга. Юля, у меня мамы нету, а я жива. Она все время, понимаете, живет этим образом. Чтобы ее жалели. Она несчастная. Ее не понимает мать. С ней не общается сестра. Ее не любит муж, не слышит ее. Пожалейте и меня. Ну вот пожалейте. Игра. Актриса великолепная. Ты не представляешь, как мне тяжело. Почему я именно все сама? Успокойся. Мне очень жаль, что у тебя не получается. Я не говорю, что вы слепо должны исследовать тому, что я вот говорю, что я вот указываю. Но прислушаться можно. Мама жизнь прожила. Мать всегда выслушает и плохого не пожелает. Я с ней разговаривала, она сидела с каменным лицом, и я говорила со статуей. Со статуей я разговариваю. Понимаете? И меня просто, мне, мне, мне порвало меня. Реакция мамы меня очень удивила и расстроила. Вот и все, меня не принимают. Смысл какой? Нету смысла. Нету. Меня не принимают. Меня не слышат. Меня не слышат. Я не хочу. Я открылась. Я готова тебе всем помочь. Меня не слышат. Понимаете? Не слышат. Вообще не слышат. Не хочу. Не хочу. Все. Не хочу. Я вижу, что эти женщины – зеркальное отражение друг друга. Каждая из них претендует на место жертвы. И хочет, чтобы жалели именно ее. ПОДПИСМЕНТЫ Я реву в подушку, зову маму там, мама, мамочка, услышь меня. Ну, мне так больно там. Он все-таки не приходит. Юля пытается найти способ сбежать. Женщина с кем-то договаривается о встрече. Вернется ли она к Андрею или будет искать утешение на плече другого, как она делала это прежде? У тебя будет время со мной увидеться, я могу на машине подъехать. Мне очень надо. Я тогда прыгаю в машину, сейчас буду. Катя все больше вживается в роль отца. У тебя два ловлю, чего валишь мне? А я тот хочу. Так, я папа. Я жаль, что буду переодевать. Не переодевай. Не хочешь переодеваться? Не, 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 не. Я папа. Мне нельзя мультики посмотреть. Что, на гречку хочешь? Андрей попытался капризничать, за что моментально был наказан. Девочка наверняка знает, где в их доме хранится гречка. Андрей за все свои 27 лет ни разу не стоял на гречке. Я больше так не буду. Давай, давай. Я первый раз почувствовал, что это боль в коленках. Поначалу это давит в коленке. Потом чувствуешь, как начинает каждая крупинка врезаться в кожу. Вроде бы получается, как много-много иголок засовывают тебе под кожу. Ариша не понимает, почему обижают ее папу. Она даже повторила то, что я шел с собаком и кричал собак. Для меня это было, ну, ого, даже это полнит. Обычно Катя стоит на гречке полчаса, но ребенок оказался добрее родителей. Пытку отца она остановила через 15 минут. Вставай. Мне стало стыдно, что я мог сделать так со своим ребенком. Хочу просто попросить у тебя, доча, извинения. Что ты меня простила за то, что я так себя вел с тобой. Что я тебя бил. Что я тебя на гречку с мамой ставил. Что не уделял тебе внимания. Я тебе с сегодняшнего дня буду столько внимания уделять. Сколько я и захочу. Столько ты захочешь. Хорошо. Ты меня прости, пожалуйста. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Дети очень быстро прощают. Папа, когда я вырасту, ты мне покажешь корону, как у королевы. Я тебе ее сам сделаю. Хорошо. А может мы из бисера как-то так вот здесь. Давай сейчас вместе запеканку спичем, пока он еще спит. На, читай, что еще нужно. Три столовых ложки. Нажимай, деда. На, попробуй. Я тебе ложечку наберу. На, вот. Курча. На. Я. Давай. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Увидев съемочную группу, мужчина держится отстранен. Сейчас тебе покажу. Это вообще на голове, смотри, сидит. Вот это муж, мама. Вон, смотри, Каська. Шесть лет, какая фигура. К успехам внучек дедушка остался равнодушен. Смотри, какая осанка. Классная. Несмотря на то, что они видятся редко, он понял, что ему неинтересно общаться с дочерью. Поэтому он начал рассказывать о своей жизни и семье съемочной группе. Я знаю только одно, что надо, чтобы брак был желательно один. Советую всем. Чем больше браков, тем ты более нищий. У нашего дедушки пять браков было. Хочу напомнить, что у Юли это уже третий брак. Когда журналист спросил отца Юли об отношениях с ее мамой, тот вспомнил и о нынешней жене. Абсолютно правильная жена, такая, как она должна быть по энциклопедии. Обеспечивает максимальный комфорт для моей максимальной производительности. Свой первый брак с Ларисой, Юлиной мамой, он вспоминает как ошибку молодости. Мужчина уверен, ей нужен был не он сам, а его деньги. Для нее за счастье больше развести мужчину, чем обеспечить ему условия для того, чтобы он содержал семью. Отец говорит о рядом сидящей дочери в третьем лице. Я понимал, что в той семье она вырастет не совсем счастливой. Если бы можно было тогда ее забрать с собой, то все было по-другому. Другая школа, другое образование. На самом деле папа тот человек, который дал мне стимул в жизни, он достиг того, что он стал одним из самых лучших массажистов. Я люблю тебя. Заметно, что Юля очень тянется к папе, но мужчина остается равнодушным. Отец Юли коренной киевлянин. Мама без провинции. Юля считает, что именно из-за разницы в социальном статусе родители когда-то развелись. Юля также часто упрекает и своего нынешнего мужа в том, что он провинциал. Вонючка, как она толпка. На работе меня называют профессор Юлечка. А я когда придумал антицеллюлитный массаж, я его первый в Советском Союзе внедрил, меня называли доктор-лектор. Видите, у нас какая взаимосвязь доктор-лектор и профессор Юлечка. После этой встречи отец так больше и не вышел на связь с дочкой. У мужчины сейчас другая семья. Видимо, и в следующий раз они встретятся не скоро. Чтобы Юля почувствовала поддержку, в которой так нуждается, я хочу попытаться еще раз примирить мать и дочь. Но для этого им нужно снять маски и сказать друг другу правду. В прошлый раз я их оставил наедине, и они поругались. Надеюсь, им удастся найти общий язык с моей помощью. Здравствуйте, Лариса. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Как вы оцениваете ситуацию в семье вашей дочери? Критическую. Вы считаете себя хорошей матерью? Ну, это судить не мне, а моим детям. А какие отношения у вас были с мамой? Куда бы детки ни шли, я никогда никуда не шла. Надо платить. Десять копеек на кино нет. Вам больно об этом вспоминать? Вы представьте себе. Все идут, а ты нет. Ты себя чувствуешь. У меня тогда уже какая-то вот стенка между мной и мамой росла. Мама вас любила? Не знаю. Сейчас, сейчас придет. Не хватало вам материнской заботы? Она меня не видела. Просто. Я никогда ничего от нее не получала. Мама вас наказывала? Еще и как. Тертушка моя любимая наказание была. Поставить на терку в угол. Зубчиками вверх. А вы знаете, что происходит в семье вашей дочери? Хотите, я вам покажу? Так, иди спать. Говно малое. Что брала? Зачем ты брала? На колени. Попробуй только облокотиться. Это нормально, чтобы увидели миллион. Это нормально? Это какая женщина должна бить перед камерой ребенка, ставить на гречку? Какая? Чтобы показать, какая она? Удивительно, что мать смутила только то, что Юля издевается над детьми перед камерой. Это не появляется вот просто так. У всего есть какая-то история. Я не учила ее жестокости. Этого не было. Откуда она взяла это? Я бы просто хотел понять корень проблемы и его устранить. Хорошо. Если мы не можем объяснить это видео. Хорошо, давайте посмотрим еще одно. Мою сестру она устраивает на работу и говорит, вот Оля чего в жизни достигла. Сама устроилась. В итоге потом выплывает, что это она ее туда всунула. Или я ее туда всунула. Я и в школе лучше училась, чем сестра моя. Я институт сама. Я маме копейки не заплатила. Я сама его закончила. А мама 20 тысяч долларов заплатила за то, чтобы Оля закончила институт. 20 тысяч долларов я не платила, у меня таких денег не было. По поводу того, что она сдавала экстерном, неправда. Я неоднократно ездила туда и договаривалась, и платила. Одно вранье. Я бы хотел, чтобы сейчас в этой студии появилась ваша дочь, и вы попробовали договориться. Вы хотите вытащить одного, а другого утопить. Так получается. Общение с родной дочерью вас топит? Я не хочу выносить это все на людей. Я хочу, чтобы она это сделала. Две сильные женщины, которые привыкли настаивать на своем, которые привыкли управлять, командовать и распоряжаться. Кто-то должен научиться отступать. Я считаю, что отступать должна ваша дочь, потому что вы ее мать. После рекламы вы узнаете, чем закончится встреча двух непримиримых женщин, Юли и ее мамы. Мне кажется, вы сейчас готовы сказать все, что угодно, лишь бы не встретиться с вашей дочерью. На какой подвиг решится Андрей, чтобы Юля снова надела кольцо? Ну что здесь плохого? Останется ли пара вместе? Сразу после новостей в студии постшоу проекта. У меня слов нет, понимаете? Близкая подруга расскажет, сколько раз Юля на самом деле изменяла мужу. Что сделает Андрей, чтобы отомстить жене? Оставайтесь на канале СТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...